Продолжение следует... Хотел бы остановиться на формировании доступа с помощью иглы вериша, так как это одна из проблем трансабдоминального доступа, повреждения внутренних органов, в частности кишки. Есть такой трехшаговый тест для профилактики повреждений внутренних органов. Первый шаг, первый тест – это аспирационный тест, когда через иглу вериша аспирируют содержимое. Если там ничего в шприц не идет, значит все хорошо. Второй тест – это инъекционный тест. Вводится шприцом жидкость, физраствор. Если никакого сопротивления не встречено, значит, скорее всего, это брюшная полость. И последний тест – это дроп-тест или проба падающей капли, когда шприц отсоединяется, и жидкость, физраствор должен просто погрузиться в иглу вериша. Конечно же, конечным судьей является инсуфлятор, который покажет вам скорость и давление внутри брюшной полости. Помимо того, у пациентов с разным индексом массы тела тоже имеет место корректировка угла введения иглы вериша. Это все знают, в принципе, но на всякий случай отметим, что у станичных пациентов угол введения иглы вериша должен приближаться к 45 градусам, у пациентов с ожирением к 90 градусам. Небольшой фрагмент, как формируем мы доступ в забрюшенное пространство. В нашем центре мы оперируем лапароскопический робот, еще пока что к нам не завезли, поэтому мы работаем так. Тут никаких новых введений нет. Давайте разберемся в плюсах и минусах трансабдоминального доступа в сравнении. Ну и первое преимущество трансабдоминального доступа – это отсутствие ограничений по локализации процесса. То есть при трансабдоминальном доступе мы можем оперировать, в принципе, все локализации, а это передняя поверхность, верхний полис, нижний полис, оборота почки, латеральная поверхность, задняя поверхность. При ретроперитоноскопическом доступе, наверное, наиболее предпочтительным все-таки остается задняя поверхность и латеральная поверхность. При трансабдоминальном доступе, как было уже отмечено ранее, более обширное такое операционное поле. То есть мы можем разместить там и гемостатическую губку, и мешок-эвакуатор, и иголку с ниткой сразу завести до начала резекции, не тратя на это время. При ретроперитоноскопическом доступе все-таки немножечко потеснее, по крайней мере при лапароскопии. Кроме того, широкая расстановка портов, она обеспечивает удобное взаимодействие хирург-ассистент, не возникает конфликта инструментов. Также относительным плюсом является неограниченный объем движения. Относительный неограниченный объем движения. Все это выливается в кривое обучение. Мы все-таки на форуме молодого специалиста, поэтому про кривое обучение нужно, наверное, сказать. Есть пара исследований, которые изучали кривое обучение при том или ином доступе. И в первой работе, опубликованной в европейском журнале European Oncology, сказано, что при трансабодоминальном доступе лапароскопическая резекция требует примерно 25 операций, чтобы достичь хорошего уровня. Роботоасситированная резекция требует 20-30 операций. Ну, примерно то же самое. В другой работе, более свежей, американской, показано, что ретроперитониноскопический доступ требует все-таки какого-то предшествующего опыта трансабдоминальных резекций. То есть для докторов, молодых докторов, которые осваивают эти методики, предпочтительный все-таки трансабдоминальный доступ. Следующее преимущество, как показано на видео, это возможность оперирования множественных опухолей почки. Не только множественных опухолей по одной поверхности, например, а множественных опухолей и верхний полюс, и нижний полюс, и передняя поверхность, и задняя поверхность. Кроме того, глубокие опухоли почки, сложные опухоли почки могут быть подвержены лечению. Ну и также пациенты с анатомическими особенностями, такими как подковообразная почка, такими как аномалии сосудов, добавочные артерии. Это также преимущество трансабдоминального доступа. Теперь немножечко статистики. Множество было работ, множество ретроспективных работ, рандомизированных исследований на эту тему еще, к сожалению, нет. Но тем не менее, есть два самых крупных исследований, метаанализов, которые включили каждые около 6 тысяч пациентов. Исследования были сопоставимы, они сравнивали трансперитониальный и ретроперитониальный доступ при роботической резекции почки. И что мы получили? Выводы на самом деле не в мою пользу. Выводы такие. При трансабдоминальной резекции почки больше интероперационная кровопотеря, раз, больше длительность операции и больше длительность госпитализации. Но я предлагаю сейчас с вами чуть повнимательнее присмотреться к этим выводам и проанализировать по поводу интероперационной кровопотери. Если присмотреться, то, во-первых, выборка исследований очень разношерстная. По данным этого графика видно, что в семи исследованиях выявлено преимущество ретроперитониального доступа по поводу кровопотеря и в трех работах трансабдоминальный доступ лучше. Если посмотреть итоговое значение, тут исследователи сравнивали среднее различие между доступами и средняя разница в кровопотере интероперационной ситуации в 20 мл. Во втором исследовании, которое было указано, средняя разница составила 30 мл. Вопрос значимости. Статистически данные отличаются, но клинически значимо ли это 20 и 30 мл? По поводу длительности операции. Такие же вопросы. Средняя разница между доступами в длительности операции составила 17 минут по исследованию наиболее свежему, 24-го года. По данным второго исследования, средняя разница в длительности операции составила 20 минут. Тоже. По поводу длительности госпитализации. Средняя разница составила 0,27 и 0,35 дня. То есть даже меньше дня разница. Отсюда мы делаем вывод все-таки, что может быть это статистически, да, хорошие данные, но клинически, насколько они важны. И последний аргумент в сторону трансабдоминального доступа – это необходимость конверсии. Бывает такое, что необходимо выполнить конверсию по той или иной причине. Так вот, есть недавно опубликованное, кстати, рандомизированное исследование, которое сравнивало транспиритониальную или ретропиритониальную радикальную нефрактомию. Да, и здесь мы видим следующее. В общей когорте пациенты, результаты лечения пациентов не отличались. Но если смотреть под групповой анализ, для пациентов с опухолью Т2 при ретропиритониальном доступе рецидивы встречались чаще. Более чем в два раза. 50% против 21%. Ну и, соответственно, кривые Каплана-Майера тоже показывают большую трехлетнюю выживаемость при транспиритониальном доступе, при нефрактомии. Сделаем несколько выводов. При трансабдоминальном доступе отсутствует ограничение по локализации опухоли, в отличие от ретропиритониального доступа. Большее операционное пространство, неограниченный объем движений обеспечивают относительно короткое кривое обучение. Трансабдоминальный доступ позволяет выполнить резекцию в случае множественных опухолей, сложных глубоких опухолей, ну и в случае анатомических особенностей у пациента. Выявленная разница в объеме кровопотери, длительности операции и госпитализации имеет ограниченную клиническую значимость. Ну и, конечно же, важно владеть все-таки обоими техниками для выбора наиболее подходящего доступа в зависимости от локализации, размера опухоли и перенесенных операций на брюшной полости. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Валерьевич. Вопросы есть? Спасибо за два доклада. У меня даже не вопрос, а такие, знаете, комментарии. По первому докладу возникает вопрос, если ты пациенту не можешь дать наркоз, потому что он коморбиден, зачем ему вообще резекция почки? Наверное, незачем, да? Да. Но в то же время я был удивлен, что под спинномозговой анестезией возможно выполнение лапароскопии. То есть в любом случае нет релаксации, не дает объем. Ну это я сильно удивлен. Конечно, у нас в Тюмени был опыт, когда мы под спинномозговой анестезией делали цистоктомии. Но у кровящих пациентов мы это по жизненным показаниям, там не могли дать эндотрахеальный наркоз. И спинномозговая анестезия позволяла нам сделать радикальную цистоктомию. Но вот сделать роботическую ретроперитонеоскопию под спинномозговой анестезией, я был удивлен. И спасибо, конечно, что, уж не вижу докладчика, что дает нам такую информацию. А к вам такой тоже момент. Я думаю, что за 25 операций невозможно научиться лапароскопической резекции почки. Это какое-то неправильное данное. Я думаю, даже не с той операцией не дадут. А если даже 200 сделаешь, ты только потом поймешь, что ты не умеешь оперировать. Я думаю, что так. Абсолютно согласен с вами. Наверное, они выбирали какие-то критерии, может быть, не совсем корректные. Например, время операции. Это, возможно, требуется 25 операций, чтобы достичь среднестатистического уровня выполнения операций по времени. И по количеству осложнений, конечно. Не исключено, что там уже были опытные хирурги, которые выполняли открытую резекцию и просто перешли на лапароскопию или роботосистированный. Уважаемые коллеги, на самом деле мы, когда составляли программу, специально поставили эти два доклада, потому что зачастую, оказываясь на урологических конгрессах, мы видим, как отдельные докладчики прям пропагандируют ретропереноскопический доступ и так далее. На самом деле это ведь просто предпочтение хирурга. И те данные, которые показали нам оба докладчика, говорят нам о том, что опытный хирург сделает эту операцию из любого доступа. И в идеале вы должны владеть и тем, и другим. Да, есть отдельные индивидуальные случаи, когда нужно пойти ретропереноскопически. Иногда это более удобно, когда задняя поверхность опухоль расположена близко к сосудам. Да, это у некоторых больных действительно очень удобно. Я, например, пропагандирую транспертониальную. У меня не составляет проблема выделить всю почку, осмотреть её, развернуть куда хочешь и сделать эту резекцию. Не могу сказать, что это занимает больше времени. Думаю, что нет. И поэтому это всё очень индивидуально. Не надо заморачиваться именно на доступ. Надо делать так, как вы можете обеспечить быстро меньше кровопотери и лучше онкологические результаты. Если вы умеете оперировать транспертониально – отлично. А ретроперенеально – пожалуйста. Но самое главное – это результаты. Вот эти трифекты, пентафекты. Достижение этих результатов гораздо более важно, чем просто доступ. Результаты на результаты чаще всего это не влияет. И те работы, которые вы показывали, на самом деле как раз и говорят, что частота рецидива больше, потому что при ретроперенеоскопическом доступе не осматривали переднюю поверхность. А часто, ну не часто, до 5% наших пациентов, у них есть мелкие образования, которые по КТ ещё не успели идентифицировать. А при мобилизации почки от паранифральной клетчатки мы находим некоторые эти образования и тоже удаляем. Я думаю, что каждый из хирургов, кто оперирует активно этих пациентов, таких пациентов регулярно видит. Спасибо большое.